Один завод, одна газета. По таким девизам при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России прошел праздник, посвященный юбилею газеты Тверского вагоностроительного завода. В честь 95-летия корпоративного издания вагоностроители, его сотрудники, коллеги, партнеры и читатели вышли на старт эстафеты с символичной протяженностью этапов и под названием «Перед за газетой». Это одна из добрых традиций. Мы к юбилею газеты «Вагоностроитель» обычно проводим какие-то спортивные мероприятия. К 85-летию был кубок по футболу, к 90-летию мы проводили турнир по бальным танцам, а в этот раз мы решили выбрать вот такую символичную дистанцию – 95 метров. Как вы видите, заводчане очень активно откликнулись, и у нас получилось массовое мероприятие. Праздничная эстафета собрала на стадионе «Планета» 16 команд, представители разных подразделений завода, городских организаций и поколений. Среди них были как дети и внуки сотрудников «Вагоностроительного завода», которые занимаются в секциях спорткомплекса «Планета», так и ветераны труда. И пасмурная погода не отразилась на настроении и настрое участников. Каждый месяц проходит собрание ветеранов труда завода и бросили клич, хотим ли мы участвовать в этой эстафете. Ну, естественно, ветераны не могли остаться в стороне. У нас еще есть порох в и мы хотим сегодня это доказать. Какое настроение у вас сегодня? Шикарно! Отлично! Если тучи собирались, то юные танцоры ансамбля «Летите голуби» отогнали дождь своей энергии позитивом. На церемонии открытия газету «Вагоностроитель» с юбилеем поздравил директор по управлению персоналом и трансформацию «Вагоностроительного завода» Владимир Тарасов. Поздравляю нашу газету в пользу случаем с 95-летием. Это очень интересная дата в преддверии столетия. То есть это одна из самых важных дат. Все начинается с информации. Поэтому газета – это информация. Газета – это будущее. Представители будущего и открыли спортивную часть программы «Эстафеты». Юные гимнастки, борцы, баскетболисты и футболисты стремительно промчались по зеленому газону. И все дети получили медали, сладкие призы, памятные сертификаты, озарив стадион своими солнечными улыбками. А теперь под общие аплодисменты мы вас провожаем в школе. Спасибо! Это потрясающее мероприятие. Даже вот сейчас уже началось. И какое было красочное открытие. Как было здорово посмотреть на этих детей, которые бегали. Как сейчас зажгли ветераны на площадке. И на своих беговых дорожках. Потрясающе! Участвовать в этом очень приятно. Хотелось бы, чтобы это стало такой доброй традицией. Очень много людей здесь пришло. И участники, и зрители. Газета действительно с богатой историей. И это, как я бы сказал, элемент корпоративной культуры. Газету читают на заводе. Любят в каждом подразделении. То есть, это как друг читателей. Друг всех заводчат газеты. Журналисты газеты «Вагоностроитель» не только профессионалы своего дела, но, как показали забеги, находятся и в прекрасной спортивной форме, а также известны другими талантами. И во время праздника на стадионе «Планета» прозвучали авторские стихи. Естественно, о заводе. Мы можем гордиться законно. И делом своим, и трудом. Гудит непрерывно вагонный. Вот наша работа и дом. Маяк следжитейского моря. Для нас заводская труба. Мы в радости вместе и в горе. Здесь общая наша судьба. Судьба победителей призеров эстафеты решалась на футбольном поле. Каждый забег состоялось пяти этапов протяженностью по 95 метров. Сначала состоялись предварительные старты, победители которых выходили в финал. Конечно, я поздравляю всех, кто делает газеты именно с юбилеем. Самое главное, всех сотрудников вагонзавода с тем, что у них есть свой, свой рупор, в который они могут рассказать не только о себе, но и какие-то проблемы осветить, задать вопросы. Ближе к финалу оставило все меньше вопросов, кто станет победителем праздничной эстафеты. При этом положительные эмоции получили все участники и зрители. И все участники радовались, как дети, покорив свои 95 метров дистанции. Для болельщиков были разыграны специальные призы. Самые активные и счастливые из них получили ценные подарки и вкусные пироги. В финале победу в упорной борьбе одержала первая команда молодежного движения поколения «Инжин» Тверского вагоностроительного завода, состав которой был сформирован из четырех парней и одной девушки. Мы лидеры, все победители. Мы все настроены серьезно. По большому счету, победителями эстафеты, посвященной юбилею газеты «Вагоностроитель», стали все участники забега. И все участники получили памятные медали, сертификаты и сладкие призы. Ну, конечно, главных наград и подарков были удостоены сотрудники редакции «Вагоностроитель». Я хочу сказать всем спасибо, всем и каждому, что вы пришли на наш общий праздник – день рождения вагоностроителя. Для нас ваша поддержка очень важна. У газеты «Вагоностроитель» огромная, большая, интересная история. Но впереди ее ждет тоже много интересного. Ведь 90 всего 5 лет. И жизнь, представьте, продолжается. В этом году Тверской вагоностроительный завод отмечает свое 125-летие. Продолжает вести летопись его трудовых достижений и газета «Вагоностроитель». История, которая неразрывно связана с судьбой предприятия. Один завод – одна газета. Продолжение следует... Продолжение следует...